всем доброе время суток с вами канал лоха 54 и я владимир ну вот показал вам как я рамки на уз зарезаю а сейчас мы нанесем профиль но не просто профиль прогнать волны и без меня там вы сможете как бы я покажу это немного посложнее все будет ну естественно немного и покрасивее намного покрасивее и поможет мне в этом мой 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 фрезерный стол с кареткой я уже в двух видях его показывал ну покажу вам сейчас еще одну его возможность что надо сделать надо не лицевые стороны поделить приблизительно одинаково вот так то разделить большая и маленькая приблизительно посчитать так они практически но сошлись вот так чтобы они сходились там там разница подрежься небольшие где-то если на углах то ничего страшного никто никогда не заметит и подумай что так и надо можно до 0 все свести вот сейчас я покажу что мы будем с ними делать вот фрезерный стол наш каретка и вот такая вот фреза такая фреза без подшипника вот видите то есть она на два фронта сразу работает не радиусная но можно и радиус на это сделать без проблем но как бы вот это поинтереснее вот с нее ей мы сейчас и сделаем очень интересный профиль что для этого надо ставится каретка и размечается центр фрезы то есть что вы нарисовали мы нарисовали на рамки эти черты должны совпадать просто упорчик такой задних как бы он на сколы они тут и тут их и не будет сколов и вот эта струцина она как ограничитель то есть фреза дойдет до середины рамки и сработает как ограничитель почти так же так же как шар делится только это все через черт уже будет сейчас покажу как это происходит вот так это происходит то есть когда оттягиваете на себя фрезы нету когда фрезеруете фреза идет туда середину покажу как это происходит а а а а а а а И вот получились вот такие вот канавки, видите, да, видно, вот все ровненько и равномерно. Сейчас мы, теперь надо снять кромку вот здесь, то есть, как я вам уже показывал, просто оттягивается там сколько надо, настраиваете кромку и фиксируем станину. Все, зафиксировали. И теперь сгоняем кромку. КОНЕЦ И получаем вот такой рисунок. Но его, в принципе, можно, если кому нравится, можно оставить и так даже, как бы. И снимаем со второй стороны тоже так же кромку. И вот получаем вот такой рисунок. И теперь следующее наше действие. Так как это ограничитель у нас был, он уже есть, вот он. Теперь просто станину отвести назад. Отводим ее назад. Вот эти стручинки, которые ограничиваем в середину. И тоже опять фиксируем. Вот. И теперь лицевой, вот эту среднюю часть, надо убрать посредине, чтобы фреза прошла. Так как здесь ограничитель уже был, он у нас есть, вот он. И просто зафиксировать станину. И сейчас он сделает еще одно дело. Вот. 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 И вот что у нас получилось. Вот такие вот кубики. Если канавку надо пошире, можно и так прогнать, и так прогнать. И повыкли увеличить вот здесь расширение. Но можно это и не делать, просто пройти. Вот. Сейчас мы соберем рамку. Вот. 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 Ставим ее на место. Так. Где-то здесь шканты у нас были. Направлены в нужное русло. Так. И все. Вот. Вот. у нас ровно все распределил вот и все вот такая вот рамка получилось вот с такими кубиками по краям ну как снизу там паз делать я не буду вам показывать как бы это либо паз если это фасады если это просто рамка то просто четверть там снизу делать с учетом пройдет ну как бы это я просто вам показывал то рамка на свободную и никакой заказ просто все вам показывал как это все можно сделать но собственно и все всем удачи следующее видео будет как сделать розетку я делал розетку такой точил из пера и я вам покажу как ее сочить попросили показали обещал маленькой выпустил вид ну ладно всем удачи кому интересно подписывайтесь канал на мой канал смотрите видео счастливо